Коммунизм против христианства, как капитализм использует религию. Опять, опять у нас сейчас будет шауе коммунизм. Геннадий Зюганов как-то в своей речи упомянул, что моральный кодекс строителей коммунизма и Нагорная проповедь Христа это одно и то же. Говорил о сходстве христианских и коммунистических ценных. Да, а еще были дебаты между Луначарским и этим каким-то деятелем церкви. Чуть ли не самим Тихоном. Ну, может быть не стоит так буквально понимать их слова, но все же постановка в один ряд христианства и коммунизма не такая уж плохая идея, если учитывать, что в основе они схожи. Вратство, равенство, гуманизм, нестижательство. Да, вера во всякие абсурдные вещи. Но почему же тогда большевики, после 1917 года взяв власть, стали изгонять попов из страны Совета? Ну, не только попов они начали изгонять. В принципе, религия, как бы христианство, то же самое, там, ислам, буддизм, для них это конкурирующие идеологии. Нужно, чтобы все верили в диамат, а не в каких-то там богов. Сильнее всего, кстати, антирелигиозная политика ударила по буддистам, потому что у них в какой-то момент вообще на территории всего Советского Союза не осталось ни одного действующего буддийского храма. Хотя до 1917 года буддизм рассматривался как одна из традиционных религий в империи. Это соц.разверстка с Наташей Григорьевой. Давайте разбираться. В конце 20-х годов, когда большевики взяли прочную власть в свои руки, стало понятно, что нужно срочно проводить индустриализацию, ведь новая война была не за горами. Да, Сталин достал такой хрустальный шар, типа. Так, тут же Гитлер на нас должен напасть, поэтому срочно нужно проводить индустриализацию и делить Польшу. Слушай, как бы, если мы не разделим Польшу, как на нас Гитлер-то нападет? Непорядок, непорядок. А, да, я же забыл, они в 27-м году должны были с Британией воевать, точно, точно, точно. Для этого нужны были не только квалифицированные инженеры, но и квалифицированные рабочие. Необходимо было срочно поднимать уровень образования населения. То есть империалистические акулы, они настолько вот хотели раздавить молодую Советскую Республику, что они все необходимое оборудование поставляли для как раз индустриализации. То есть Сталин с ними воевать собирался, как бы. Война неизбежна, империалистические акулы на нас обязательно нападут. Поэтому что нужно делать? Нужно покупать у империалистических акул оборудование для строительства гигантов советской индустрии, чтобы у нас была военная промышленность. А то империалистические акулы нападут, а нам отбиваться нечем. Ай-яй-яй, какой непорядок. Ну, а церковь в это время все еще жгла книги по естествознанию, утверждала, что... Да, безусловно, безусловно. В 20 веке как бы церковь, она жгла книги в России, безусловно. Ты ни разу не тупая пизда. Солнце крутится вокруг земли. Ну, понятно, что такой церковь... Да, это официальная доктрина церкви в 20 веке, безусловно. Церковь от школы нужно было срочно отделять, что, собственно, большевики и сделали. Помимо отделения церкви от школы, к сожалению, нужно было отделить церковь от государства по нескольким причинам. Во время гражданской войны в массе свои духовенства все же поддерживало белых, несмотря на то... Ну, значит, крестьян тоже нужно было как-то отделить, потому что крестьяне на завершающем этапе гражданской войны тоже в массе своей выступали против большевиков. Когда поняли, что лозунг «Землю крестьянам» — это наебка. То, что митрополит фактически формально объявил о невмешательстве в политику, но по факту духовенство стояло на стороне белых, потому что они не хотели терять свои теплые места насиженные при монархизме. Да и вообще приход маркс... При монархизме. Ну, она же в курсе, да, что как бы монархизм закончился еще до Октябрьской революции. Систов-атеистов ничего хорошего духовенству не сулил. Церковь пришлось все же отделить от государства и... Лишить финансирования. Естественно, никакая религия без поддержки государства долго не проживет. Какая же идеологическая база стала основой советской России и как ценности коммунизма соотносились с христианскими? Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы опять же возьмем моральный кодекс строителя коммунизма, сравним его с библейскими цитатами. Блин, я почему-то вспомнил вот этого журналиста Белобрысова, который рассказывал про то, как Сталин победил в русско-японской войне 905 года. Вот, что-то у меня почему-то вот ассоциации с этой женщиной. То есть у нее даже мимика похожая. То есть вот эта вот такая манера кривить уголок рта, когда она говорит вещи, которые ей кажутся очевидными. То есть она похожа очень на этого персонажа, который рассказывал про то, как, значит, Сталин там в русско-японской победил, потом в Первой мировой. А также сравним его с современной капиталистической парадигмой. У коммунистов и христиан практически идентичное отношение к труду. Цитирую моральный кодекс. Добросовестный труд на благо общества. Кто не работает, тот не ест. Проблема в том, что внутри Нового Завета нет внутренне непротиворечивого отношения к труду. Потому что Иисус говорил, птицы небесные не сеют и не пашут, но Господь небесный дает им. Так же и вы наипаче думаете, значит, о Царстве Небесном, а остальное приложится. А, значит, это говорил Иисус. А апостол Павел говорил, что кто не работает, тот не ест. Интересно, а в каких из программных тезисов, апологетов капитализма можно найти такой удивительный тезис? ...с библейскими ценностями. Дальше. Отношение к имуществу. Это похоже на книжку Бухарина про ответ на критику марксизма со стороны тогдашних аэшников. То есть там философия рантье. Понятное дело, что в кодексе коммуниста акцент делается на сохранение общественного достояния. Но ведь и Христос, когда пришел к нему богатый юноша, желающий следовать за ним, сказал ему, еще одного недостает тебе, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною. Также он сказал, что не можете служить Богу и маммоне, то есть демону богатства. Сходство, парадигм налицо. Нестижательство и отдача ресурсов в общественное пользование и там, и там прослеживается. Что же в современной модели? Частная собственность при капитализме – это неприкасаемая и главная ценность. Олигархи что-то не спешат имущество свое раздавать бедным, а стяжательство возведено в культ. Идем дальше. Отношения между людьми. Цитирую кодекс коммуниста. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь. Каждый за всех, все за одного. Гуманное отношение. Один за всех и все за одного. Да, как говорили эти французские мушкетеры в книжке Дюма. Отношение и взаимное уважение между людьми. Человек к человеку. Друг, товарищ и брат. Что же Библия говорит? Нет больше. При капитализме человек человеку волк, а при социализме – товарищ волк. То любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, блаженно милостливые, потому что они помилованы будут. В гуманизме никаких противоречий. Все практически идентично. А в современной модели что у нас? Конкуренция не приемлет никакой дружбы. Каждый играет на своем поле за свой интерес. Да, в капиталистическом обществе люди не могут дружить. Человек, оставшийся без средств, без... А брак – это узаконенная проституция. Работы в какой-то беде принципиально никого не волнует. Идем дальше. Отношение к правде. Правда... Ну, самое, кстати, смешное, что я, в принципе, согласен с ее апологетикой о том, что, там, не знаю, этика и мораль коммунистической идеологии, она очень связана с христианством тесно. И вообще генеалогически коммунизм, коммунистическое мировоззрение, оно скорее исходит из христианской топики. Но то, как она это... То, какие способы она использует, чтобы это обосновать, это очень плохо. Очень плохо. Ну, если ты не будешь честен при капитализме со своими делами и партнерами, у тебя будет плохая репутация. С тобой никто не захочет иметь дело. В принципе, в развитых капиталистических обществах люди это понимают. Скрытыми платежами и повсеместное желание всех обмануть. Семейные отношения... Да, безусловно, именно это и происходит постоянно при капитализме. Все всех пытаются обмануть. Отношения. Но здесь и так все знают, что христианство и семья неделимы. Благослови... Не знаю, я вот за предыдущий год посетил очень много стран. Преимущественно, это страны были капиталистические. Но вот единственная страна, где мне несколько раз пытались наебать на деньги, это была Куба. И где с капитализмом очень плохо. Но зато там нищие люди, которые как бы хотят денег. Очень сильно. Бог и сказал им, Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Оставить своего отца и мать, и прилепиться к своей жене, и стать с ней одной плотью. Но и коммунисты выступают за взаимное уважение в семье и заботу о воспитании детей. Что же современная либеральная пропаганда нам предлагает? ЛГБТ, ювенальная юстиция, однополые браки, свободные... О-о-о-о, видите? То есть она против ЛГБТ и однополых браков. Ну, она, видимо, не в курсе того, какой, значит, прорыв совершили современные левые идеологи. Собственно, что представляет собой современная левая повестка, если она выступает против ЛГБТ и однополых браков? Свободные отношения, трансгендер и парад... О, свободные отношения, ведь она плохо относится к свободным отношениям. Геев, у Христа был от этого всего холодный пот, выступил на лбу. Да и коммунистам в страшном сне такое не приснится. Да, действительно. Так, вот это же интересно. Идем дальше. Национальный и классовый вопрос. Ну, и тут и Христос, и коммунисты примерно говорят одинаково. Нет ни Элина, ни Иудея, ни Обрезания, ни Обрезания, ни Варвара, ни Скифа, ни Раба, ни Свободного, но все и во всем Христос. Блаженные миротворцы, потому что они будут наречены сынами Божьими. Кодекс коммуниста. Ну, там еще было написано, что нет ни мужского пола, ни женского. Так, ну ладно. Судьба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни, братская солидарность с трудящимися всех стран и всеми. Да, и дискриминационная политика, направленная в отношение определенных этнокультурных групп, которых в том числе переселяли насильственно. В этом вопросе западная мораль за последние 100 лет должна была и вынуждена, была сильно продвинуться, потому что белое население стареет, а пребывающие мигранты вовсе даже не белые, а совсем даже черные. И хочешь, не хочешь, но нужно бороться с расизмом, с национализмом и внушать белому населению любовь к африканским мигрантам. Но касаемо классового сознания, в той же Европе, как была аристократия или... Какой же Каинс. ...считавшая себя избранными, так она никуда и не делась. Ну и последний, ключевой, на мой взгляд, пункт, это реакция на внешние вызовы. Вот здесь можно уверенно сказать, что христианство и коммунистическая идеология расходятся. Модель поведения коммуниста это активная позиция. Пишет, если вы не заметили, что вас хотели наебать, значит у них получилось. Ну да, но я бы должен тогда ощутить было это на своем кошельке, что типа, о, меня наебали, когда же это произошло? Цитирую. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушению общественных интересов, нетерпимость к несправедливости, тунеядству, дурости, нечестности, карьеризму, стяжательству, нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народа. Что же предлагает христианство? Блажен и кротки, блажен и плачущие, блажен и нищие духом, не противиться злу, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. То есть предлагаемая реакция это терпеть, не противиться и ждать загробной жизни. Но это и понятно, мы понимаем, что Христос жил при рабовладельческом строе. И если бы он заявил что-то другое, если бы он заявил, что нужно активно противиться злу, то рабам нужно было бы взять палки и пойти убивать своих рабовладельцев. Она явно не в курсе истории христианства, по всей видимости. Но мы понимаем, что при той производительности труда, при том способе производства, это бы все равно ни к чему не привело. Оно бы привело к новому рабовладельческому строю. Поэтому здесь Христос был просто заложником производительных сил рабовладельческого строя. Новая теология. То есть как бы, ну мы все понимаем, что Христос был заложником уровня развития производственных сил, как бы отношений в своего времени. Тогда как Ленин уже в 20 веке... Ну, по поводу Ленина Христос, точнее апостол Павел говорил, что мужеложники Царствия Небесного не наследуют. Писал, что достучаться до справедливости в золотые ворота дворцов можно только прикладами винтовок. И был совершенно в этом прав. Потому что коммунист должен занимать активную позицию и противиться злу в совершенно прямой физике. Да, интересно, если бы в дворец, в котором жил Ленин, как бы в горках, там был нехуевый такой домик, и кто-нибудь в окно бы постучался прикладом, как бы какова была бы реакция Ленина. Или в апартаменты Сталина в Кремле. Значит, кто-нибудь в окно бы постучался прикладом. Представьте, как бы охуел Сталин. Типа, эээ, что происходит? Я не царь, нет. Это другое. Ягенфек. В физической форме. Но здесь либералы и Капитал всячески поддерживают христианские ценности, потому что непротивление злу и несправедливости очень на руку правящему классу. Как мы видим, у христианства гораздо больше точек соприкосновения и общих ценностей с коммунистами, чем с современной либералой. Я согласен с конечным выводом, но мне не нравится ее методология исследования. Я ранте ебал в рот коммунистов, точка, я не служу маму, но это маму он служит мне, точка, я получаю бабки и помплю мышцы вредей, точка, мы с батей ебали коммуняк в рот, точка, слава к утепову, бескупскому, штрик-штрик фельтуда организации, а у бау, точка, настоящие правые за монархию и качкизм, то есть против совка в великой войне, точка, слава качкам. Да, еще правые, настоящие, они донатят, я же сармату. Спасибо. ...виральной капиталистической идеологии. Но почему же тогда в реальности это все наоборот? Церковь срослась с властью, митрополит объявляет коммунистов сатанистами, папа римский на полном серьезе говорит о том, что коммунисты едят детей. И зачем новоиспеченной буржуазии вообще понадобились услуги церкви? На самом деле все очень просто. Проблема не в том, что коммунисты едят детей, проблема в том, что коммунисты в результате искусственно инспирированных голодов в России, Китае и Северной Корее заставляют других людей есть детей. Как бы в этом проблема. Просто как вы иначе объясните народу, что жить теперь будет очень тяжело, что у вас не будет ни жилья, ни медицины, ни образования, ни пенсии, и что все это нужно терпеть, потому что Бог терпел и нам велел, потому что грешны и зачтется вам все в загрузку. Ну, кого Бог любит, того он испытывает. А кого Бог хочет наказать, того он лишает разума. Поэтому вот, как бы, ты записываешь такие ролики. Потому что Бог тебя ненавидит. ...жизнь. Рай будет там. А здесь он тоже будет, но только для кучки олигархов. Современная... Да, наши идеологи намного лучше, потому что мы вам обещаем рай здесь. Через, как бы, кровавое очищение человечества. ...жи православная Россия стареет, тупеет, вымирает в нищете на фоне всего увеличивающегося количества храмов. Куда-то делись 13 миллионов россиян за последние 30 лет. Вымираем ускоренными темпами, тогда как бездуховный эссер почему-то плодился, размножался, нестяжательство и взаимопомощность. Ну, в бездуховном эссер был более высокие... Более высокое количество, как бы, изнасилований. По количеству абортов эссер был впереди всей планеты. Так что, ну, такое-такое. ...по помощи дружбе, по всем канонам христианства. Но при этом он почему-то был атеистический государством. Нет, я ни на что не намекаю, просто я предлагаю задуматься, почему количество храмов растет прямо пропорционально количеству разводов. Почему? Чем больше батюшки говорят о святости семьи, тем меньше желающих ее заводить. Почему в бездуховном эссер количество разводов было минимальным, молодые пары и многодетные семьи были нормой. Почему без всяких школьных уроков православия школьники не приносили оружие в школу и не расстреливали своих одноклассников. И почему коммунисты заявляли равенство не на словах, а на деле, делая зарплаты у всех людей в союзе примерно одинаковыми, но при этом современный патриарх... Нет, не так. Ну ладно. ...вездить на яхте за миллионы долларов со своими друзьями-олигархами, а между тем полстраны экономить на еде. Если церковь срослась с капиталистическим государством, которое есть в суть сатанизма, то чем же она в реальности занимается? На этот вопрос вы ответите для себя сами. Ну а я, конечно же, с уважением... Сатанизм, как говорила Нихель-Пихель. С глубоким почтением к чувствам верующих предлагаю поставить лайк, подписаться на канал, написать в комментариях свою любимую заповедь Христа и всем социалистическим... Привет! Ой, блядь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok